Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну, здесь как? Чинуши, они есть чинуши, чинуши. Они, чинуши от политики, обратились к чинушам от церкви, к чиновникам. А тем что? У них лишь бы самим ничего не делали. Вот они, как сказать, сослались на миссионерские отделы. А тем, а что? Всех запретить и все. Никому нельзя слово сказать. Мы сами не говорим. Это у нас наш закон. И другим никакого. А ты что говоришь, все. Там штрафы и все. В принципе, им обратиться-то, собственно, чиновникам некому. Обратясь к церкви, а церковь, она сама, извини меня, ну, ты сам понимаешь, кто там скажет живое слово. Мы сами не говорим, мы другим запретим. Это самое такое, ну, как сказать, распространено. Поскольку они диалог как таковой вести с людьми не могут. То есть, понятно, что если Дворкина даже поставить, ну, какой он, он или нацмехаться начнет, или все, запрещаем и все. Запретить, 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 все. Другого-то нет, он не сядет с Библией разбираться там с кем-нибудь там, с ветеранином, или с баптистом. Ну, вообще, Дворкин-то евангельский подкован, так он Библию знает. Да, я не знаю, насчет Библии нет. Он разбирается в сектах. Вот в сектах там, ну, как бы сказать, вот эта секта, и все секты у него там деструктивные, все. Вот это такая секта, вот столько-то, то-то, то-то, то-то у него плохое, все, психику разрушается, запретить, обращаемся к властям, запретить все. У него разговор короткий, у него-то нет такого, у Дворкин. Поэтому, как бы, здесь они перегнули палку. То есть он работает, как бы, на благополучии строя, вообще, общественного строя? Ну, да, 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 да. Такой создает имидж, что работает на благополучии общественного строя, да, вот так вот, на сохранение у народа здоровой психики. И все, на самом деле, вот, ну, и, как бы, внутри церкви прикрывается. Но он ни выше, ни ниже, так как такой среднестатистический христианин, именно не христианин, а православный, который, ну, там, куча своих этих суеверий, вот этих вот, и все. А так, ничего там выдающегося, естественно, нет в этом отношении. Они сейчас, они задают, да, у них получится. То есть они сейчас запретят все секты, но они-то перейдут на православных, которые проповедуют? Да, на все они перейдут. А это им тоже выгодно. Понимаешь, на самом деле им это выгодно. Почему? Потому что здесь идет ничего не делание. Если ты пытаешься что-то делать, вот, там, проповедовать, там, говорить о Христе, или даже сам чему-то развиваться, вот, кроме вот этих вот паломничьих, там, по поклонениям святым мощей, там, и вот это вот. Если ты голову свою поднимаешь, там, и что-то по изучению Библии, то им это, как бы, для них это не надо. Это нож острый в сердце. Это, во-первых, мешает бизнесу, во-вторых, заставляет самим попу поднять и что-то там разбираться, и это. Нет, священников много, которые понимают все, которые сами хотят, там, спасаться, которые, но, на самом деле, это их не личные какие-то вот эти вот, это не программа церкви, абсолютно. Это их не личный, там, подвиг, и то, если там где-то его высекут, ну, уже увидят, он будет иметь скорби, по плоти, так скажем. Там братья его сами скажут, да ты что, это самое, да ты что, ты ненормальный, ну, не то, что, ну, и самое просто, самое мягкое, это к ним будут относиться, как к ненормальному просто. Ну, я сейчас, я дам ссылку, потом, священник один, это тоже мне скинули, там, на канале на моем, священник один выступает, причем он известный такой, я раньше им не интересовался, я сейчас прям удивил. Глядя часто на политику, ну, не то, что политику церкви нашей, но на какие-то явления в нашей церкви, похоже, что это вот искушение великого инквизитора у нас, его на вооружение взяли. Ведь у нас, вот я сегодня уже говорил, да, возят мощи какие-то, возят святыньки. Считается, что человек приобщается к благодати через прикосновение, через обладание какой-то святыней. И вот проявляется, что олигарх или бизнесмен, или какой-то там человек, там, да, какой-то там бандит даже, ходит и поклоняется, иконы себе вешает, и мощи, потому что благодать струится, все это такое, ну, по учению, такое, по учению церкви. Все это как бы на него действует. А где твои плоды, дорогой мой, по плодам их узнаете? Их осмотришь на человека, на комнате чиновника или бизнесмена, который ходит в храм, там, ставит свечи, пудовые, там, жертвует большие деньги, у которого там иконами все, все увешано. То есть у нас 100% в церковной жизни сместился крем. Вместо того, чтобы христианство мотивировало человека изменяться внутренне, у нас сделали акцент на то, что ты приобщаешься к благодати, ты копишь, накапливаешь, целуешь, воспринимаешь эту благодать, как батарейка какая-то, якобы воспринимаешь, воспринимаешь, не воспринимаешь, непонятно. Потому что получается, что вот есть же, мы знаем, да, скандалы про всяких наших и церковных иерархов даже, которые там всякими гадостями занимаются, там, чуть ли не педофилией, понимаете, или там развратом. Как же так получается, что человек, который каждый день там причащался, каждый день эту благодать килобайтами качал, целуя всякие иконы, мощи и святыни, как же он такой мерзавец-то оказался? Или какие-то бандиты, или наши чиновники. Вот, понимаете, вот это сложно. Сто процентов, что, например, в первом веке, там, или Христос, он просто этого не понял бы, когда я сказал, что все христианство сведено к тому, чтобы целовать какую-то дощечку или какие-нибудь мощи. Христос бы этого не понял, и апостолы бы этого не поняли. Если я слышу про какого-нибудь, у меня одна девушка говорит, батюшка, благословите работу сменить, супер православный начальник, там, с Афона не вылезает, на Афоне живет на этом, а разговаривает с подчиненным только матом. Только матом. Я просто не могу в такой ситуации работать. Есть у нас такое явление, к сожалению, дорогие, есть, что вся Россия вроде бы православная, столько людей храмы посещают и подпитываются благодатью, а где реальные плоды, где в жизни нашей-то происходит? Так что смещение акцентов произошло. Так что этот вот великий инквизитор, эта тема права. Церковь, она взяла на вооружение все эти вещи, управление, манипулирование, ну не церковь, а какие-то чиновники церковные. Абсолютно правильно. Есть такая тенденция печальная. Как к чудаку будут относиться и все, там, ну, со своими, там, чудачествами, батюшка, и все. Ну да. И так вот, ну, если он не перейдет кому-то сильно дорогу, вот, то есть, как бы, Гавна Тихонович не разорит там этот свечной ларек, там, свечной ящичек, не будет трогать, ну, все, там. А если там начнется, касаться, это будет финансов как-то, то все, на него начнется гонение такое, что будь здоров. Поэтому здесь политика, она одна. Чтобы жить спокойно, быть со всеми хорошими, со всеми в мире, там, что бы не нести, лишь бы нести, там. А если сам воно, то это вообще чудное, что ты, что бы ты ни говорил, какую бы ересь, там бы не нес. Это уже где-то, на Кварнале Союз, я не помню, тоже мне ссылку давали, но ведет, в общем, Алфеев, передачу какую-то, и вот он там говорит, что мусульмане и христиане у них один бог. То есть, он в открытую заявляет, один бог. Братя, для них это, знаешь, что, это, как бы, профессия, это вот работа, все. Он вот устроился на работу, все, на хлебное место, и все, на самом деле. Она так, это, сердце, ну, где там, она, насколько у нас стоит, прости меня, Господи, я же не хочу судить, все-таки на них благодать, там, как бы. Не, ну, как судить, ну, тоже мы обозначить должны, кто, кто в чем, кто где. Да, ну, да, ну, должны, ну, если ты видишь, то... Если мы будем молчать и не будем называть дерево и плоды его, то что же тогда будет, если уже мы замолчим, а что же будет? Да ничего не будет. И так, так не будет, и так не будет. Ну, понимаешь, как бы, да, говорить надо, ну, говорить кому, вообще-то всем говорить надо. Ты же не сеешь все, неизвестно, взойдет или не взойдет, ну, как взойдет. Но, здесь надо учитывать, что вот это вот говорильня, она может по-всякому. Ты, вот, например, Александр Андрусенко, это прямой, прямое свидетельство тому. Понимаешь, как бы, да, нужно говорить, вот Игнатий Тихонович наговорил. Ну, понимаешь, и получается, вместе с водой выплеснули ребенка с грязной. Вот так и здесь, может быть, сначала там какие-то бабушки, там, для них это вообще неприемлемо, что ты говоришь на батюшку неправильно, они там тебя и побить будут готовы, но это мелочь. Но ты можешь разумному человеку, ну, так сказать, наполовину разумному, который, не знаю, наговоришь такое, он начнет думать, взвешивать все, и потом может таким от церкви отойти и таким хульником стать, что будь здоров. Я видел такого, понимаешь. Ну, там свои страсти у него, правда, но дело не в этом. Просто, например, вот самый такой пример хороший, когда вот человек, как бы, остается верующим, все нормально, но теряет вот такой вот границы церкви, да, вот стены Иерусалимские, чтобы возлагать церкви. Это вот брат Александр Андрусенко. Поэтому мы пример имеем. Он находится, он причащается все. А, причащается? Он каждую неделю причащается, конечно. Ой, спаси Господи, слушай, тогда я, я последний раз наговорил, там месяца два-два с половиной назад с ним, ну, молодец. Нет, ну, это, это другое дело. Просто в последней беседе с нашей, последней, он, значит, что высказал, что, в принципе, ничего нет, возьми сам вино, возьми хлеб, вот, ты до этого даешь и совершай причастие сам. Я говорю, ну, ты далеко. Это он просто размышляет, как бы, а так-то он каждое воскресенье, он на службе. Ну, и слава Богу. Тогда я, ну, просто, я был очень опечален после последней беседы с ним, ну, что у него такое мнение. Ну, хорошо, тогда, значит, я, как-то Господь его держит. Вот, слава Богу, что такое дело. Он еще утвердился, мы с тобой говорили, вот, о священстве, когда ты, ну, перевод нашел, кто такие священники, да, что это старейшины, вот. Его, как бы, в этом еще укрепился, он, что, ну, не может быть священником, как бы, вот такой юнет, да, который... Вы не священники, вы должны быть пастырями, да, а пастырь вообще, или пресвитер, это старец. И это было правильно, когда старцев выбирали, они в один и духом святым эти были люди, то есть они знали о состоянии каждого человека и могли с одним так говорить, другой, который в духе, так сказать, святом был, соответственно, в другой степени, он был с ним по-другому, говорит, то есть разделяли, управляли этими людьми в церкви, они, так сказать, адекватно к ним относились. У вас же нет, вы сейчас срезали под самую низкую плану, под свою, по сути. Не, ну, я согласен, что у нас много неправильного, но все равно держится, он же не просто там на себя взял это, его рукоположили, рукоположили старшие, значит, он там какой бы ни был, он не самозванец. Другое дело, что ты, когда сам себя называешь, и сам начинаешь что-то совершать, ты же самозванец, хоть там, пусть тебе 80 лет. Ну, а здесь все-таки рукоположение есть, какой бы он там ни был. Да, непорядок, я соглашусь, непорядок, но, тем не менее, вообще пресс-фитер переводится старец. Здесь, ну, как бы, в 30 лет тоже старцем не может человек быть, я так понимаю. Может, но где сейчас таких найдешь-то? Нет, ну, как может? 30 лет – это середина жизни тогда была, допустим. Ну, как может? По мудрости, ну, мудрым может быть, понимаешь, и от чрева матери я был избран, да? Я говорю тебе, а это может быть, ну, где ты сейчас таких священников найдешь, мудрых в 30 лет? Ну, в том-то и дело, что здесь судить очень тяжело. Я не могу судить, понимаешь? Сам Христос, он избрал, и юноши избирал, да, апостола Иоанна Богослова. Есть каноны, три, вот, на чем они основаны, тоже непонятно. 30-летие. Они, как бы, очень нравятся Игнатию Тихоновичу. Ну, они есть, к сожалению, да, их надо, как бы, выполнять. Но, если так подумать, на чем они основаны, они не основаны ни на Библии, ни на священном писании, просто так вот высосаны из пальца группой там, собравшихся монахов, группой лиц. Ну, есть, мы должны их, вот, соблюдать, и все. Ну, говорит, что вот, когда их нарушают, я не могу сказать, что вот это вот на сто процентов вот неправильно. Потому что я сам не знаю, как правильно. Потому что апостолы были молодыми, а потом стали, рукоположи пресс-фитеров, которых я тебе... Пресс-фитеры – это в переводе старцы, рукоположи старцев. Естественно, это были не юноши, да. А сама вот практика, которая была, вот, начиная от лет древних до наших дней, она никогда не держалась ни дня на старчестве. Всегда были молодые священники, после 20-ти там рукополагали, и деканов, и священников. То есть, на самом деле, она была мертворожденная. Поэтому о чем можно вот говорить? Ну, ни о чем. Все вот и восточные патриархи, и греческие, они все рукоположены, там вот посмотреть все, они все в 24-26 рукоположены, уже священники там. Ну, в этом отношении. А Игнат Тихонович, я сейчас как бы мне, ну, редко смотрю. Единственное, что вот, когда вот разбор священноописания, остальное меня вообще не интересует. Как-то я, настолько это мне... Это как бы сериал Санта-Барбара, там, Никита стал пастухом, Никита... Не, я просто так на ролике выскакиваю, там, по старой памяти. Никита там... Я сходил в баню, там, или там еще что-то. Я же думаю, может мне камеру поставить, для снимать все тут все. А у меня интереснее будет, у меня процедуры всякие там. Ну, вот, да. В общем, то есть, вот такой, или как вот, я не знаю, я посмотрел, как он обошелся с этим Виталиком, как бы, я, ну, несколько раз там пытался обойтись, и как он его это... Сам пригласил же, сам же его пригласил к себе. Получилось, бес просто хвостом вот так вот насмеялся над его делами, да. Он парня отправил и ходит за дратым носом, как будто он прав. Вот, понимаешь, затея или дело делать, да, вот, как бы, Господь говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птицы собирают птенцов. Ну, пригласил ты человека, который хочет спасаться. Естественно, у любого человека есть какие-то свои недостатки. Мы должны носить тяготы друг друга, это друг друга тяготы носить, и так и исполнить закон Христов. Парень там, все, выкинь щетку там, выкинь все, эту ваксу, щетку, чтобы ботинки не чистят. То есть, настолько он, ну, сам себя позорит перед людьми, да, допустим. Он подчиняется полностью его воле, и все равно он бесноватый, все равно он злой, и я с ним не могу совладать, я его изгоняю, получается. И главное, когда он его показывает, ты не говоришь, что ты сам уехал, скажи, что мы тебя выгнали. Христос собирал вокруг себя братья, собирал церковь, собирал дружину, никого не погубил, он говорит, перед последней своей молитвой, кроме сына погибели, да. Ну, тот сам выбрал, да, как бы, к себе. Здесь, наоборот, радоваться, когда больше вокруг тебя люди ищут Христа, какие бы ни были, там, ну, надо терпеть, там, исправлять, тем более человек хочет исправляться. Спросит, просит даже, что я хочу исправляться. Да, вот, нет, вот, если ты, как бы, меня за Бога не признаешь, типа, все, я тебя изгоняю. Вот это у меня просто вот так вот, не хочешь быть в той же грязи, в которой я, не хочешь это самое, брать с меня пример, то есть я, для тебя, все, уезжай отсюда, ты навек пропащий, там, какую-то полуумную бабку, там, выставил, вообще опозорил парня, зачем-то, как будто она там что-то, может, эта женщина сказать путного, я там смотрю, там, ну, ну, что там, зачем такое, ну, меня вот этого, как бы... Я не знаю, может, на старость все списать? Нет, 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 ты знаешь, не старость, 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 конечно, там, гордыня страшнейшая, гордыня такая, как бы он бы не говорил бы, а гордыня там, ну, я не знаю, это не от Бога, как он везде суется, а как, если вот эти парни хотят проявить, ну, сам же их, и Никиту, и Виталика, там, что вы, типа, такие, инертные, никакой, не проявляете никакой, там, инициативы, да, а какая только инициатива, сразу тут же наказуемая, и везде свой нос сует, везде сует свой нос, и везде... Из-за какой-то банки несчастной, трехлитровой, там, Никита, он его все время жучит, что там, ты ничего не делаешь, он взял, попытался помыть банку, разбил банку, делов-то куча, ты мне банку должен. Не, ну, вот это вот я абсолютно... Только с Александром говорил Анна Русенко, я говорю, вот представь, я говорю, его ведь, Игнать Тихович, его знают достаточно много в России, да, людей, да, и за границей. Я говорю, вот причина, вот смотри, в чем, почему о нем не говорят, потому что он говорит о себе сам. Если бы он только умолк, о нем бы во всех углах бы говорили. Да, причем так требует, чтобы вот его любили, и вот такие вот, это, ты понимаешь, требования просто, это вот самообольщение. И понимаешь, все равно, вот, как вот не говори там, я вот раньше говорил, что, Игнать Тихонович, вы жесток, вам нельзя выносить свое решение. Вот это я много раз убеждался. И сейчас вот смотрю, все-таки вот в звене какой-то вот, ну, в цепи какое-то звено отсутствует. Вот, не знаю, может быть, даже совесть. Мне кажется, что вот какого-то звена нет, вот совесть. То есть не обличает его совесть, да? Да, 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 да. Вот понимаешь, как бы, я вот смотрю, нет, я не жестокий, я вот, что он любит, то любит кошечек, там, этих самых, голубей, да, вот, все. Остальное все можно как хочу, да, вот, вот этим голубям, помнишь, прошлую зиму, там, о, этим голубям я дорвал жизнь, да, вот, типа, тоже, Господь Бог, или как вот, кротов, на кротов охотился. Поймал бедного кротика, там, ну, в капкан, ну, вытащил-то, слепой, куда он убежит, расстегни-то это, зачем он там мучается, ну, в ведро-то его положи, нет. Взял это самое за цепь и в капкане прямо его несет, отдал этому шарику. Вот. Вон два капкана, а в оба стоят, вон они. Видно, что, теперь я их зарою опять, проверить надо, потому что, ну, раз хотя бы в день проверить. Ведро остая. Опа! Опа! Зарыто. Значит, тут что-то есть. Зарывай. Ну, не так. Чтоб не оторвать. О! Красавчик какой. Вот он какой и есть слепыш. Ну, все, закончилось. Что теперь делать надо? Ну, тут мы разберемся. Дальше беру лапфор. Вот он вот такой. Это вот я ведро. Потом все надо собрать. Теперь этот. Теперь собираем. Это все ходить надо? Ходить. Ходить, делать надо. А он будет делать кто это? Конечно нет. Так, у меня 4 должно быть. 4. Так. Лопата. Федро. И этот. Вот он, приятель. Пойдем. Посмотрим. Еще дальше будет. Вот и так. О! Подожди, подожди. Подожди. Подожди, подожди. Я вас отсыплю хотя бы. Постой, постой. О, я не ждал, что так. Давай. Посмотри. А он шарика не поцарапает? А? Не поцарапает шарика? Не понял. Шарика не поцарапает, говорю? Нет. Смотри еще, он шарик. Шарик-то боевой наш. Хорошо, шарик. Хорошо, лови его. Хорошо. Притравка идет. Ну. О, молодец шарик. Так учат против кабанов, медведей. Ну, шарик вообще замечательный. Я не ожидал от него такой хватки. Не, ну, вот это вот, понимаешь, блажен муж и же и скоты милует. Понимаешь? Ну, как бы, ну да. Даже если уничтожить, его сразу об лопату стукнул и все. Ну да, или, ну, без боли, ну, об лопату стукнул. Или там, ну, утопил как-то. Ну, капкан раз это. Не издевайся ты, не мучай ты животину. Нет, он прямо взял за эту цель и подтащил. Он пищит, бедный. Слепого бросил. Ой. Ну, вот это вот, как бы, меня настолько вот мучает, что я больше, как бы, еще, знаешь что, привыкать к этому нельзя. Надо делить вот на четыре. И вот с Сан-Сергием Бирюковым, как он, Бирюков, да? Ну да. Бирюков, да. Да он был у меня, причаил, вот, два дня назад был. Вот слава Богу, это очень хорошо. Вот, понимаешь, мы с ним тоже говорили об Игнатии Тихоновиче. И я говорю, ты знаешь, вот он, значит, что говорит, вот как к нему относиться? Я говорю, прежде всего нужно от него отгораживать женщин. Поскольку у женщин, они не имеют дара рассуждения. И они максималисты. Им или так, или не так. Или они, значит, его возведут в ранг святого. Или вообще будут поносить. Что ни то, ни другое неправильно. Понимаешь, все его слова нужно делить на четыре. Там много, что можно у него полезного взять. Это нужно взять. Вот это, что полезное. Там и знания по Библии у него очень хорошие. Но многие вот эти взгляды у него, это не его взгляды. Он там, как бы, взятый из святых отцов. Есть что, что можно взять, что он может посоветовать. Но, вот как бы, делать с него кумира, который он требует себе, этого нельзя. И женщины очень общение с ним нужно, если это очень дозированное. Чтобы, действительно, он там не мог обольстить. Он обольщает. Хотя сам он, на самом деле, он человек такой, как бы сказать, деревни-деревни. Вот в полном смысле слова. Дмитрий вот этого вот, ну, так и не смотришь молодого, не видел, да? Я ни одну его не смотрел. И даже где ты с ним беседуешь, раз ты с ним беседуешь, я смотрю, там, вот, с женщинами ты беседовал, с батюшкой беседуешь, с Александром Марьясовым. Это да. А как только смотрю, там, его. Я его, его я вообще не смотрю, его те ролики. А когда ты с ним беседуешь, мне тоже как-то грустновато становится. Я сразу, не то, что грустновато, я сразу вижу... Ну, ты мне расскажешь. Ты видишь, как стал хитро делать? Там беседа с ним, там, по названию не поймешь, а на этом, там, ты выставишь каких-то куколок или еще там что-нибудь. Надо посмотреть. Я рассмотрю. Оба, Дмитрий, сразу назад. То есть, ну, есть у меня там, с начала, когда ты с Дмитрием беседовал, я тоже там не согласен. Особенно вот он там, я даже возмущаться стал. Человек абсолютно не понимает, что говорит. Вот, ну, ты-то, понятно, ты не знаешь, в алтаре ты не был. Вот он говорит, там, вот, священник там, как пылесос засасывает эти все частицы. Так он, что он несет, он не понимает. Священник поступает правильно. То, что все крошки остались от хлеба, от тела и крови. Он, он что, предлагает просто их вот так вот вытрясти на пол, что ли? Он рассказывает, что в этой, в армянской церкви сейчас ломают прямо и раздают хлеб. Крошки летят, будет, на пол. Это не тело, это, это как наподобие нашего антидора. Вот так подходит, вот на руку, вот на вот это место кладут. А ты видел, как они в армяне причащаются? Армяне причащаются так. Это причащает священник. У него такая сумочка, он стоит на коленях. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 то у них просто на газете раз-раз-раз-раз порубили антидор, там какую-то булку еще, все это, и вынесли. У батюшки вот такие вот глаза, говорит, нет, такого неблагоговения, такого я, как у греков, я не видел нигде, нигде. А другой тоже в Иерусалиме священник ездил. Ну, значит, смотрят, там два священника стоят в алтаре и разговаривают вовсю, там, это не на гробе Господня, в другом где-то месте. Разговаривают так, он подошел, говорит, что же вы так ведете себя в алтаре, он говорит, вы от нас получили православие, поэтому мы лучше знаем, как себя вести, и нечего нас учить. Вот и все, как бы, а там страшно, конечно, что творится. По сравнению с нашими, с греками, наши еще вообще ангелы. Вот, как бы, я вот прислал Игнатию Тихоновичу там крещение, как крестили в греческой церкви, это вообще непонятно, уму непостижимо. Понимаешь, там, ладно, у нас, допустим, так сказать, мочением, там, обливанием крестят, согласен, надо крестить погружением. Но, в греческой церкви вообще купель, в купеле там немножечко водички, буквально, младенцы крестят, немножечко водички, потом берут, там, наливают бутылку, оливковое масло, оливковое масло, освещают его, что ли, с радостью, с таким, с улыбкой наливают, просто берут маслом, намазывают полностью младенца маслом, и в это же масло, не в воде, а в масле крестят, там, обливают. Причем, непонятно, там, где три погружения, там, просто его вот так вот, там, обмывают в масле, и все, потом обтирают и отдают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Мы в воде должны крестить. Ни в каком, ни в масле. Маслом могут, конечно, милость помазать, но в масле крестить, это вообще непонятно для меня, зачем, там, водички меньше, чем масла. Понимаешь? А если не понимать, то можно что угодно охаять, если ты не понимаешь. И жени мне. Ты на чем угодно тебе бес подаст помысл, и ты будешь потом это самое. Здесь нечего слушать. Если ты хочешь быть, ты в них разберись, а не просто так, огульно, там, ни в чем нельзя огульно, так это самое. Вот. Здесь нужно разбираться во всем досконально. Если ты хочешь разобраться. А если не хочешь, так и судить тебе нечего. О чем тебе судить? Я так понимаю. Ну ладно, брат, а то мне пора уж сейчас, матушка, надо поужинать. Спасибо, господи, давай. Вчера был поговорить. Надо почаще поговорить. Очень резко бесить. У меня интернет такой. У меня же интернет не... Ну я три часа поговорю, и все, и у меня заканчивается трафик месячный. Ну как, ну понятно. А нельзя провести нормально? Да как тут нельзя? Тут условия не позволяют. В деревне. Понятно. Ну ладно. Спаси, господи, брат. Рад был. Ну все, с Богом. Продолжение следует...